Почему речь идет о жизни миллиона людей? На горе Коктюбе, считай, будут делать разведку по золоту. А тут мы видим просто тысячи гектаров. Сейчас изымаются горные породы для переработки, а внизу поселок стоит. А насколько безопасно брать воду у другой страны? Вообще дефицит Средней Азии будет по воде очень жестокий. Мы будем хуже Африки испытывать голод именно по воде. То есть, если дом не готов к землетрясению, его возможности снесут. Алмата может стать братской могилой. По сути, все панельки, как карточный домик, будут складываться. Я думаю, в целом Казахстан не готов к чрезвычайным ситуациям. Экоцид через призму геноцида. Условно, мы уничтожаем природу и, соответственно, мы убиваем свой народ. Все казахстанцы в зоне риска. В зоне риска вымирания. Бандиты кормятся. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы на канале «Голос народа». И с вами ее ведущий Арман Абдулла. Сегодня у нас в гостях общественный деятель, известный эколог Тимур Елесызов. Тимур, добро пожаловать. Привет, Арман. Да, рады видеть вас снова у нас в гостях. В фейсбуке я прочел недавно пост, где вы написали, что грамм золота ценой жизни миллиона людей. Это речь идет о селе Моралды, которое находится в Восточно-Казахстанской области. Что там происходит? Расскажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, когда мне люди пишут, я так скептически к этому отношусь, потому что это зачастую вызывает меркантильные интересы у людей, преследующие какие-то определенные цели. Ну, когда была такая массированная атака от местных жителей о том, что вот у нас проблемы, и обратите на это внимание, вы же эколог. Я думаю, ну интересно, надо что-то с этим сделать. И я выделил себе выходные. Они говорят, мы вас встретим, мы вас провезем. Я говорю, ничего не надо. Тихо, молча выехал в Восточный Казахстан. Поехал в это село. Местных жителей вообще никто не в курсе был, что я туда приехал. Ну, и также и компания тоже. Я, получается, туда приехал и начал исследовать вот эту всю территорию. Я поднял в воздух коптер. Как раз практикую сейчас летать. И просто посмотрел своими глазами и убедился в том, что действительно эта большая беда надвигается на миллионы граждан. Что это такое? Это представьте, когда условно вы живете на первом этаже, а на девятом этаже вам начинают разведывательные действия. Условно разрабатывать горы для того, чтобы добыть золото. Ну, соответственно, мы можем все это понять, но когда это на большом расстоянии, когда это согласовано с жителями, когда это все в рамках закона. И мы тут понимаем, что идет чистый лоббизм со стороны определенных уполномоченных государственных органов. И я так скажу, что мне кажется, здесь очень высокий факт коррупции. Почему? Потому что, первое, село находится где-то в пределах 400 метров от карьера и где-то на 500 метров будущей горнообогатительной фабрики. А это, представьте, на небольшом расстоянии достаточно, хотя такие места должны удаляться на тысячи метров от сел. Плюс тому на равнине желательно. А тут в горной местности, а внизу, у подножия этой горы проживает почти 2000 человек. И там самая чистая вода. Там живет краснокнижный таймень. Знаете, такая рыба есть? Она обитает в самой чистой воде. И она занесена в Красную книгу, потому что ее очень мало стало. Второй момент. Там более 18 краснокнижных растений растет. В советское время туда приезжали знахари, собирали вот эти травы для того, чтобы лечить людей. И очень много диких животных, которые занесены в Красную книгу, они просто сейчас теряют место обитания. Потом и пчеловоды там. Очень много людей, которые занимаются пчеловодством и считаются аморалдинским медом самым лучшим. Это я не защищаю, как говорится, местных жителей. Я просто говорю фактами. То, что я лично увидел, я был, честно сказать, поражен. У меня где-то даже слеза проступила. Представьте, на горе, это условно, возьмем Алмату, к примеру, да, если мы делаем пример. Это условно гора Коктюбе и город внизу, гостиница Казахстан, да. Ну, вот расстояние, конечно, больше здесь. Ну, имеется в виду, на таком же перепаде, на горе Коктюбе, считай, будут делать разведку по золоту. И что такое в нашем понятии разведка? Это, как правило, бурение или снятие определенного плодородного условия, там, до пород. И идет на анализ. А там уже полная идет, этот, как его, добыча. Там уже подготовка идет к фабрике, да, там фабрику уже начинают устанавливать. Там уже сотни тысяч, ну, по моему мнению, уже, там уже образовался, по сути, воронка, карьер. Там уже просто по беспределу это все излетает. То есть, этап разведки пройден, уже добывают золото? Уже добывают, хотя у них даже лицензии нету, потому что это вообще ни грамма не похожа на разведку, то, что я там увидел. А вот представьте, это еще открытым способом идет добыча. В советское время, в 60-х годах, там велась добыча золота шахтным методом. И практически никакого урона не было экосистеме. А тут мы видим просто тысячи гектаров, сейчас изымаются горные породы для переработки, а внизу поселок стоит. Плюс там еще самая большая проблема, то, что там выклинивают родники. Соответственно, там есть родники, они эти родники засыпают вот этим грунтом, и в условиях там зиметрясения или обильных дождей это просто все пойдет вниз на поселок. Это, представьте, дорога идет через поселок на этот карьер. И я считаю, что здесь я в первую очередь хочу обратиться к министерству экологии, чем она думает. А во-вторых, мы сами знаем, что просто так взять, начать разрабатывать без согласия местных жителей, это невозможно в рамках нашего действующего законодательства. И, соответственно, здесь 100% жителей этого поселка против того, чтобы у них там под боком строилось. Плюс они еще и проводят взрывные работы, соответственно, это сказывается тоже на жилищах этих людей. Речь идет о каком-то монополисте, крупном недропользователе или это какая-то монополист? Я даже не знаю этого недропользователя, честно сказать, я даже с ним не встречался. Я просто приехал, ну вот как сказать, у меня есть такое понятие, мои рейды. Я выезжаю, сам обследую, даю объективную оценку тому, что я увидел там. Я поехал со своими коллегами, чтобы мы вместе убедились в этом вопросе. Обычно такие производства ставятся на тысячу метров от удаления от населенных пунктов. И ближайшие населенные пункты должны дать свое добро. Этого добра тут нет. 100% моралдинцы против этого, и результат мы видим налицо. Почему речь идет о жизни миллиона людей? Ну, в первую очередь, там протекают две реки. Одна вот Курчумрика, большая достаточно. Вторая вот, не помню, как, Моралиха ее называю. Речка такая, она по щиколотку, ну, достаточно широкая, где-то шириной где-то 10 метров, глубиной где-то сантиметров 20. И такая прозрачная вода, знаешь, как вот показывают в National Geographic, где люди стоят в реке и ловят рыбу. Вот точно так же, такая красота неописуемая. Вот, Альпы, можно с Альпами сравнить. Туда с России приезжают, с России, с Караганды, с Астаны люди едут туда, чтобы порыбачить, чтобы там отдохнуть на природе, взять чистый мед. Сейчас мы этого всего лишаемся. И представьте, 2000 этих людей, которые там проживают, их сейчас вынуждают, чтобы они переселялись в город. А где у нас? Рабочих мест нет. Куда им идти? Жилья они, то, что они если там продадут, они никогда не купят там. И они хотят там продолжать жить, и они там потомственно живут, да, там их деды жили, родители живут, дети там живут, и никто оттуда не хочет уезжать. А почему тысячи, миллионы людей, я вам объясню. Вот эти две реки, они впадают в Иртыш. И вот на вот этом протяжении Иртыша по территории Казахстана проживает почти полтора миллиона человек. Это ценой их жизни, могу объяснить почему. Там предполагается добыча и переработка путем применения цианида. Это очень такой химический элемент, который уничтожает людей. Даже в малых дозах он вызывает раковые заболевания. А представь, они получаются, эти, как их, хвостохранилища, которые будут создавать, оно же будет содержание цианида. И, соответственно, каждые осадки, это все будет стекать в эту пресную воду. А хотя Казахстан подписал кучу мировых соглашений о том, что сейчас идет вообще проблема дефицита воды. А тем более и пресной, которую можно употреблять. И представь, эту всю воду мы будем просто отравить. Мы пойдем, по примеру, в Монголии или Японии. То есть река Иртыш, которая протекает по территории восточно-казахстанской, Абайской, Павлодарской областей, может сейчас быть отравлена рекой. Это будет точка невозврата. Только из-за того, что там незаконно добывается один карьер. Ну, как бы гипотетически законно, фактически незаконно. Почему? Потому что у них есть лицензия на разработку. Там 13-14 года у них, хотя они сейчас это делают. И там уже идет полноценная, как сказать, разработка этого карьеры. У них лицензии нет на то, что они... То, что я там увидел, миллионы тонн, которые я там своими глазами увидел. Говорили про эффект Монголии. Что это за эффект? В Монголии тоже там около 200, что ли, компаний золоторудных. Они занимаются именно обогащением, изъятием. И они тоже тем же самым цианидом выщелачивают это золото. И, соответственно, при этом выщелачивании горные... Они около 200 рек потеряли уже. И вот эти все реки, которые сейчас есть там, туда попадает цианид. Этот цианид, он идет до Байкала. Через Якутию туда, в Байкал, уходит, получается, по рекам эта вода. И, соответственно, уже самый большой резюар пресной воды, Байкал, может быть тоже быть отравлен. И сейчас там экологическое бедствие, по сути. Вы проговорили по поводу дефицита пресной воды. Мы эту тему уже обсуждали в вашем первом визите. Пресная вода. Многие эксперты говорят сейчас, что следующая война будет не за нефть, не за энергетические какие-то ресурсы, а за пресную воду. За воду? Вот сейчас вот уже, например, на границе, по-моему, Узбекистана и Таджикистана, что ли, по-моему, там идет уже за воду война. Уже они за то, что те перекрывают воду, они уже выдвинули туда войска. Сейчас вообще дефицит Средней Азии будет по воде очень жестокий. Мы будем хуже Африки испытывать голод именно по воде. Сейчас у нас нерационально используются вообще водные ресурсы. На рисовые поля, на хлопковые поля миллионы, миллиарды кубов воды просто испаряется. И я считаю, что вот наша неправильная аграрная составляющая, она просто уничтожит, в принципе, водные запасы Казахстана. Сейчас вот мы видим, Каспий мелеет, вся Европа без воды остается. Америка, да, там Калифорния тоже, у них пресной воды уже нет. Каспий мелеет, еще вот эта китайская компания начала там канал рыть, тоже уровень воды начал падать. Это тоже способствует, вот эти все маленькие вещи, они способствуют. Приток новых рек снижается. Если, например, даже взять старую карту Балхаша, очень много было притока рек. Сейчас там, ну, две основные, там, что у нас получается. Куда делась вода? Вода, она, во-первых, сейчас очень идет активно отаяние ледников, которые мы видим, уже почти 80% ледников растаяло, ну, по моим сведениям. Потому что вот с Касселезащитой, как сказать, мониторинг они проводят. Я эти данные изучал, и сейчас очень большое количество образовалось маринных озер. А маринные озера это что такое? Это маленькая впадина, куда стекает вся вода, когда их там никогда не было, там раньше снег всегда лежал. Сейчас накапливается вода, и она ее спускает вниз в город, потому что, если она переполнится, она может селевым потоком смыть города. Буквально недавно была новость про то, что Астана испытывала большую проблему с пресной водой. Людям частенько отключали воду. Столица уже испытывает эту проблему. Какие вообще города в ближайшее время могут вообще без воды стать? Я считаю, что вот крупные города, по сути, все крупные города, их коснется. У нас и так дефицит воды. Те притоки рек, которые есть, их не хватает для снабжения города. То, что сейчас новые скважины роют, новые накопители строят. Здесь нужно сокращать объем именно расселения, строительства жилых помещений. Потому что в ближайшее время воды не хватит тем, кто уже здесь исконно жил, потому что вода отходит. Она испаряется, она не доходит, реки мелеют. Соответственно, дефицит воды, он только усилится. И это неизбежный факт. Зима не поможет? Снег не поможет? Ну, на самом деле, я думаю так, что нужно сейчас думать о том, чтобы возвращать наши вот эти серые воды, в которых канализацию мы сливаем, нужно ее очищать и возвращать в город для технических нужд. Ну, в Европе и даже вот в Калифорнии техническую воду даже запретили использовать для полива газона. Представь, какой у них там сейчас водный коллапс, я так скажу. И сейчас мы можем испытывать, как раз я вот на прошлом интервью вам говорил, что будет вода дороже бензина и нефти. И вот сейчас мы видим повышение тарифов на воду. Потому что это неизбежный факт, воду нужно очищать, ее нужно где-то взять, новые скважины бурят. Вы говорите, в Астане тут половина Астаны не может получить воду. В Алматы то же самое. И дальше только будет хуже. Дальше будет настолько хуже, что еще, ну, я считаю, что мир еще даже не осознал, насколько проблемы вокруг нас уже созданы, да, и мы уже точку невозврата уже перешли. И сейчас будет только хуже, хуже, хуже. Южный полюс не поможет? В Средней Азии вообще ничего не поможет. Ни один океан не омывает. Даже соленую воду, как сказать, превращать в пресную воду, это практически будет невозможно. Вы говорили, что судьба Орала ждет и Балхаш, и Каспий. Это по сей день актуально? Это по сей день актуально. Я вам сейчас скажу, вот сейчас мы наблюдаем миление реки Ильи. Они просто еще не сильно так заявляют, но Балхаш милеет. Если Балхаш ниже отметки критической переступит, то будет большой выброс соли на наши ледники, и наш процесс по таянию еще ускорится. И плюс к тому, при ускорении вот этого таяния ледников мы потеряем наши реки, потому что наши реки снабжать уже водой не сможет ни один горный склон. Что делать, если вообще вода закончится? Наверное, нужно просить у кого-то покупать, у кого-то воду. Мы и так будем ее покупать. У кого? Ну, у кого. Мы в Киргизии будем покупать. Вот сейчас, кстати, советский проект возобновили, и сейчас его очень активно муссируют. Межправительность соглашений между Россией и Казахстаном о том, чтобы сделать, развернуть сибирские воды в Центральную Азию. Этот процесс уже начался? Уже они проектируют, уже соглашение, ряд соглашений уже подписан. Но мы, по сути, подпишем себе смертный приговор, потому что мы будем зависеть опять же от России. Только уже не в каких-то там экономических, а напрямую просто у нас не будет воды. Нам придется ее где-то брать, закупать. Если сейчас мы платим копейки, то в ближайшее время... Сейчас просто уровень даже грунтовых вод опустился. Те скважины, которые раньше снабжали микрорайоны, в этих скважинах уже нет воды. А насколько безопасно брать воду у другой страны? Такой вопрос, знаете, очень сложный. Почему? Потому что если мы будем зависеть от кого-то, это всегда рычаг давления. Рычаг давления на целое государство. Это, ну, даже просто со стороны наших соседей будет построено какое-то предприятие, где может быть случайный химический выброс. Все, это будет отравление. То же самое, что с Иртушом. Вот я как раз по моралике сейчас говорил. То же самое может произойти... В обратную сторону. В обратную сторону. Я говорю, здесь сказать, ой, это случайно, ой, кто-то понесет наказание, двоих-троих человек посадим. Ну, это будет, знаете, как это можно сказать так? Экоцид через призму геноцида. Условно, мы уничтожаем природу и, соответственно, мы убиваем свой народ. И вот эту программу как... Мангеликель. Мангеликель. Ну, эта программа тогда не будет вообще актуальна. Почему? Потому что мы сейчас у нас численность населения 20 миллионов человек на такой большой территории. И мы не можем, по сути, их, как сказать, защитить. Потому что мы сейчас все казахстанцы в зоне риска. В зоне риска вымирания. И я рекомендую всем задуматься над этим. Потому что проблемы с водой это один из таких факторов, который будет необратим для Казахстана. Как так получилось? Местные жители, казахи, которые всю жизнь хорошо жили с природой, сейчас не могут с ней справиться. Я думаю, здесь... Мы же были экофрендли. У нас было все связано с природой. Я так скажу. Если мы вернемся к своим исконным, как говорится, завещанным нам принципом жизни, в гармонии с природой, мы сможем остановить этот процесс. Мы сможем наладить гармонию эту. Когда мы будем рационально подходить к тому, что мы используем. Казахи всегда брали то, точнее, брали столько, сколько нужно для его жизни. Ни одна казахская семья не брала сверх нормы того, что ему нужно. Даже вот взять, например, мы говорим, мы кочевники, мы вот там скотину разводим. Наш кочевой принцип жизни был дать природе восстановиться после тебя. Вот они, например, здесь скотину покормили, они ушли, и они, может быть, через 2-3 года только возвращались на то место, когда восстанавливался весь экосистемный баланс. Сейчас этого нет. Сейчас ты людям говоришь, ну, зачем ты это делаешь, например, дерево пилит или на корнях деревьев костер жгет. А они даже не понимают, что они делают. Вот сейчас мы каждый год теряем по 60 тысяч, ну, у нас уже такая закономерность, каждый год минус 60 тысяч гектаров леса. В Кустанайской области пожар 60 тысяч гектаров. Сейчас Восточный Казахстан 60 тысяч гектаров. Как всегда, виноват тракторист. По поводу пожаров. Вы правильно подметили, в прошлом году, да, к сожалению, такие же цифры были. 60 тысяч гектаров в Кустанайской области и в этом году в Абайской области. И в том, и в этом случае, да, были замечены трактористы. В первом случае в Кустанайской области виновным оказался тракторист, а вот в Абайской области, к сожалению, нашли тракториста мертвым. Ну, в любом случае виноват тракторист, хотя здесь проблема гораздо глубже. Здесь очень много вопросов к Министерству финансов, к Министерству экологии, к Министерству ЧАЭС, к местной администрации. Любое попустительство, оно всегда идет с головы. Это когда какое-то решение зависит от человека, который принимает это решение. А зачастую наши первые руководители боятся брать на себя ответственность. Вот что касается, вот, например, сейчас вот взяли Ильина, да, сняли, ну, министра ЧАЭС, да, человек действительно пытался, да, что-то сделать там для, ну, улучшить систему, как говорится, борьбы, да, МЧСа. Но здесь мы должны учитывать, вот, например, вот сколько единиц техники было направлено в Абайскую область. Вот реально городские пожарные приходили, они стояли перед лесом, который горит, и они не знали, что делать. У них нет, во-первых, навыков тушения пожаров лесных. А это кто делал? Это всегда лесники и пожарные бригады в числе лесных хозяйств. А там техника, вот я был в Семиурмане, у ВАЗик там 90-го или 80-го года, как в Маше и Медведи. Ну, стыдно должно быть. Как мы хотим исполнить программу президента при таком подходе? Это, по сути, полная дискредитация лидера страны. Почему у нас часто происходит пожар? Ну, это, в первую очередь, человеческий фактор. Это 100%. В 80-ти случаях это человеческий фактор. 20% это все-таки стихия, да, которая, там, молния, удар, удар молнии и все остальное. Вот, смотрите, я вам элементарный пример привяжу. Вот здесь вот ударила молния. Тендер разыгрывается из одного источника для мониторинга пожаров. Условно, лесхозы заключают, точнее, КАЗ, как КАЗ лесохрана, КАЗ авиалесохрана, есть такая организация. Они должны заниматься мониторингом всей лесистости Казахстана. И получается, в этом году они не заключили контракт на мониторинг, соответственно, вертолет не летал. И в момент пожара они делают закуп из одного источника, нанимают старый, в 80-х годах вертолет, Ми-2, по-моему, вот этот, знаете, такой маленький, и на нем начинают делать облеты для мониторинга, распространения пожаров. Хотя они должны были уже заранее это делать. Второй момент у нас вот, мы же сейчас говорили о том, что, какая причина, почему человек, я вот хочу объяснить. Очень много у нас людей не знает, как себя вести в лесах. Как разжигать костер, где разжигать костер, что нужно для этого сделать. Зачастую разжигают костер, у них даже нету баклажки с водой в случае необходимости тушения, потому что ветер может в любую секунду подняться, они просто даже не смогут среагировать. Второе, я неоднократно писал письмо министру экологии о том, что необходимо запретить полный розжиг костров на территории национальных парков и лесных массивах. был полный игнор и результат мы видим 60 тысяч гектаров сгорело. Когда вы писали письмо? Получается, когда у нас последнее письмо, которое я писал, это было когда пожар был на горельнике в Алмате, в Илья-Латавском национальном парке. Это было в этом году? Это в этом году. До событий, которые происходили в Абайской области? До событий в Абайской области? До событий, получается, за месяц почти я писал письмо на имя министра о том, что необходимо внести полный запрет наружу костров на территории национальных парков и лесных массивов. Я это письмо, кстати, даже публиковал. Хорошо. Пожар, да, произошел. Это уже история. С этим ничего не поделаешь. Как восстанавливать лес? 60 тысяч гектаров. Что с этим делать? Это вообще, знаете, это такое, я иногда говорю, что это риторический вопрос. Да, и почему важно восстановить лес? Восстановление лесов, оно необходимо для того, чтобы удерживать влагу. для того, чтобы расширить биоразнообразие. Ну и, во-первых, во-вторых, это возобновляемый источник энергии. Вот сейчас у нас вся лесистость Казахстана, это 4, ну, я думаю, уже 6 процентов, 4-6 процента от всей территории Казахстана покрыто лесом. Все остальное, это, ну, степи. во-вторых, 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 нам нужно создавать леса и массивы для того, чтобы покрывать углерод, который наше производство выделяют при производстве тех или иных материалов. У нас, получается, сейчас лесов нет, его постоянно поджигают, потом этот лес рубят, продают и увозят в Россию на лесопилки, потому что у нас эта индустрия тоже не развита, потому что у нас только горелый лес можно вывозить, ну, соответственно, его будут поджигать, чтобы он был горелым. А это же миллиардный бизнес на этом, ну, по сути, там все, как говорится, как их называют, бандиты кормятся. Поэтому здесь это вопрос большой. Как восстановить лес? Восстановить лес нужно создавать селекционные центры. Я об этом тоже писал президенту, о том, что необходимо создавать селекционные центры по восстановлению лесов. Я, например, был в Белоруссии, был в России, там сейчас у них программы приняты. В каждом регионе должны быть селекционные центры, которые будут восстанавливать лес. Если, условно, какой-то объем планируется для вырубки, соответственно, у них должно быть хозяйство, которое восстановит этот лес. А у нас таких, у нас только одно. Семья Урманы, вот есть один селекционный центр, который выпускает, получается, сколько там, где-то 5 миллионов сеянцев. 5 миллионов сеянцев это где-то тысячи гектаров. покрыть лесом. Это тысяча гектаров леса. Это, считай, 60 лет уйдет, восстанавливает лес. 50 лет восстановить лес. А чтобы они еще выросли? А это еще и есть процент отпада, потому что сейчас климат поменялся, соответственно, приживаемость сократилась. Сейчас уже на 30% сократилась приживаемость лесных культур. У нас селекционный центр вот Семья Урманы, он делает, получается, сколько? 3 миллиона сеянцев в 2 ротации. Ну, 3 миллиона это вообще ни о чем. В закрытой корневой системе. И 2-2,5 миллиона по-моему, они делают в открытой корневой системе. А это еще процент ниже приживаемости. Поэтому здесь вопрос восстановления лесов, он должен стоять, я думаю, во главе угла. Кстати, вот бывший вице-министр Масанбаев, по-моему, Масанбаев фамилия. Вот он как раз с его инициативой был создан Семья Урманы в этот селекционный центр в 2012 году. Были выделены деньги на создание такого питомника. Плюс зеленый отрасль в целом нужно поднимать. Сейчас вот считайте Семья Урманы, то, что он выращивает, это всего тысячу гектаров покрывает. Но все лесозы собрать в кучу, которые там производят эти сеянницы, ну, ладно, там полторы тысячи, две тысячи гектаров покроют. Это все равно две тысячи гектаров, шестьдесят тысяч гектаров они будут восстанавливать лет тридцать. А могут быть за эти лет тридцать еще пожары, которые нужно будет тоже восстанавливать. По сути, ну, тут тут это большая проблема по восстановлению. Плюс техники не хватает, плюс дифференцированная у них оплата труда, ну, это очень, как бы сказать, печально. Это люди за переработку не получают нужных денег, соответственно, люди не дорабатывают. Если сегодня, например, им заплатили копейки их нещадные, они в следующем году не выйдут туда работать. Тимур, вы часто пишете в Фейсбуке и боретесь с массовой застройкой на территории, горы, там, как это, как это называется, на... На предгорьях. На предгорьях, да. Я считаю, что... Почему важно, да, так скажем, все-таки вот этот процесс остановить и должен ли послужить уроком те события, которые произошли в Турции в начале года? Алмата может стать братской могилой. Почему? Во-первых, очень большое количество застройки идет с нарушениями всех строительных норм. Строительные компании, начиная строить, получают разрешение без согласования ЧС, без согласования СС, без согласования там этого института сейсмологии. О чем говорим? Что грунты, которые на которых строят, это плаваны. Это, ну, суглинок, да, который там 100 метров. Представьте, строят дом, роют скважину, потому что там воды в предгорьях нет, централизованной, соответственно, они на 50-60 метров заглубляются, чтобы получить воду. Они эту воду получают, соответственно, там образуется резервуар, потому что, когда они сосут воду, она вымывает вокруг вот этот весь грунт. Он получается с глубины поднимает наверх этот грунт, и потом этот грунт условно седает на поверхности. И там же они строят септики сквозные, которые тоже наводняют этот грунт. И в случае небольшого землетрясения, достаточно, я думаю, 6-7 баллов, эти склоны просто поедут вот так. Потому что, по сути, у нас все склоны сейчас напитаны водой. Эти склоны пойдут в город? Они в город, да, это будут большие такие оползни, которые не переживут. В целом, как сегодня вообще подготовлено Алмата к худшим сценариям? Вообще население понимает, что нужно делать в случае землетрясения? Нет, не понимает. То, что сейчас силами ЧАЭС делается там, они там организовывают вот эти экстремальные там свои учения, но этого недостаточно. У нас подготовка людей в стрессах ситуациях отсутствует. Это же не Япония, где постоянно трясет. Соответственно, у нас люди живут на расслабоне. У нас, например, землетрясение идет, они даже не стоят с кровати люди, да? Потому что, ну, что там, как говорится, на все воли Всевышнего. И поэтому, я думаю, будет большая братская могила, потому что люди в случае ЧАЭС, в случае хаоса, я думаю, они не смогут среагировать. И мой отец об этом говорил, и я говорю, что это будет большая-большая беда для целого города. Плюс у нас последние карты сейсмологические. Вся Алмата стоит на всех, ну, вся Алмата в разломах. И говорят, вот мы там лучшие технологии применяем, ну, очень маленькое количество домов все равно выдержат, потому что те, даже меры, которые они предпринимают, ну, как говорится, землетрясение покажет, чей дом лучше. Ну, вот Аким, конечно, молодец, то, что он начал сейчас мониторинг именно на сейсмику, проверять дома. Сейчас бригады выезжают, проверяют дома на их, как говорится, это целостность. Если они сейчас будут выявлять дома, которые сейсмически не выдержат, будут приниматься, я думаю, конкретные меры по сносу этих домов и строительства. То есть, если дом не готов к землетрясению, его возможности несут. Да. Ну, так предполагается изначально, вот благодаря, конечно. А кто будет завтра нести все эти расходы? бюджет города. То есть, за государственные деньги? Может быть, даже и республиканские. Конечно. Видите, еще большая проблема того, что очень много домов, особенно вот этих панелек, все хотят комфортных условий для жизни. И, соответственно, они начинают расширять свои квадратные метры, снося перегородки. А в советское время не просто же так ставили эти перегородки, для того, чтобы эти дома держались. По сути, все панельки как карточный домик будут складываться. Насчет новостроек ничего не могу сказать. Тоже очень сомнительная такая затея. Сегодня Казахстан не готов к землетрясению? Я думаю, целым Казахстан не готов к чрезвычайным ситуациям. А каким еще чрезвычайным ситуациям? Ну, это сели оползни, землетрясения, пожары. Пожары, они вот уже показали несостоятельность. Потому что пожарные в городе и пожарные в лесхозах, это два разных пожарных там разная специфика пожаротушения. В целом у нас существует ли какой-нибудь орган, который работает вот в этом направлении? Я не знаю, там институт какой-нибудь. Вот у нас есть институт сейсмологии. Насколько он оснащен там? Он современный, он соответствует современным требованиям? Я недавно там был, конечно, конечно, оставлять желать лучшего, потому что он все-таки за министерством ЧАЭС. Соответственно, такой институт не получает недофинансирование. Соответственно, оборудование, то, которое там есть, оно там 80-90-х годов. Но оно, конечно, показывает, параметры дает. Наши вот сейсмологи, они, конечно, я хочу отдать им должное, то, что они преданы своему делу, преданы науке. Это, это на самом деле отрадно, но учитывая то, в каких условиях они работают и то, с чем они работают, ну, честно, оставляет желать лучшего. Ну и второй момент, я думаю, прежде чем подписать экспертизу, в этой экспертизе должны быть подписи департамента ЧАЭС, департамента СЭС, департамента, вот, как раз, института технологии. Заключение. Без этого вообще нельзя подходить к строительству. А вот у нас есть еще такое, знаете, называется это, ЦАНО, как его, как же, Центр медицины катастроф. Да. Это вообще отдельная песня, вот, в случае ЧАЭС нам нужно что иметь? Нам нужно иметь запасы. Запасы питья, продовольствия, там, жилья, еще что-то в этом духе. Резервы, да. Да. Тут можно сделать мониторинг и посмотреть, что у них сейчас есть и это, конечно, будет не очень хорошо. Потому что, все-таки, вот, Центр медицины катастроф, там должны быть реально люди, которые готовы в случае ЧАЭС оказать медицинскую помощь. Потому что, все люди в больницы не заедут. Их надо будет даже там, где на месте разрушения оперировать, там, условно, отрезать ногу, если ее зажало, к примеру. А у нас специалистов так практически нет. и вот в свое время создали этот центр, это классно, но его же нужно развивать. Нужно сейчас, наоборот, уделить внимание еще и Центру медицины катастроф. Я почему говорю, потому что я со всеми этими центрами как бы знаком, с их деятельностью знаком. и вот, например, даже вот по пожарам, да, мы говорим, есть такое, Каза Авиаспас. Мощнейшая организация. Но вот мы сейчас смотрим, а бойская власть показала, районы и лесхозы, нацпарки, не подготовили резервы для забора воды. Не подготовили место площадок для дозаправки. Не подготовлены карты, карты вообще водоемов, где и откуда брать воду. Так там рядом река Ертыш протекает. Ну, для того, чтобы он мог забор сделать, там должна быть глубина хотя бы 3 метра, чтобы он нормально мог зачерпнуть. А там, он же не знает, где какая глубина. Это место не отмечено на карте. Должны быть специальные резервы, где они могут эту воду брать. А у нас этого нет. И в случае вот пожара, если бы все это было предусмотрено, была бы карта водоемов, тогда бы и вертолеты более четко летали. Ты с этого водоема берешь, ты с этого водоема берешь. Здесь такая глубина, здесь такая глубина. И точка подлета была бы меньше. А этого нет. Вы еще говорили про национальную безопасность с точки зрения экологии. То, чем мы сейчас дышим, то, чем мы сейчас питаемся и то, чем мы сейчас пьем. Ну, национальная безопасность здесь как раз таки и заключается, что в случае каких-то наших... Вот сейчас Казахстан полностью зависит от всех стран соседей. Вот, к примеру, да, вот элементарно под Алматой, например, есть теплица, там 20 гектаров теплица. Она производит помидоры. 90% этих помидоров идут в Россию на экспорт. А почему не остаются здесь? Потому что невыгодно. Россия платит больше. Во-первых. Во-вторых, мы продаем это в Россию, а, соответственно, мы, алматинцы, там, или, там, казахстанцы, закупаем это в Китае, в Ташкенте, там, в Киргизии. Эти продукты, которые мы можем сами производить здесь. Плюс поддержка местных товаропроизводителей, она такая относительная, больше, как говорится, на бумаге. На самом деле поддержки такой я не вижу. Нужно, ну, условно, фермеров, да, не то, что субсидировать, освобождать от каких-то налогов. Но это, опять же, это экономисты должны рассчитывать. Но нам нужно создавать такую среду, при которой наши фермеры, наши аграрии захотят здесь создавать продукт и продавать на местный рынок. Вот то же самое были, вот, в интернетах, на интернет-пространстве, там, вот, вопросы депутатов о том, что мы производим пшеницу, она вся уходит на экспорт, а мы закупаем потом российскую пшеницу. Потому что российская дешевле. Ну, бред же. Бред. А сколько у нас, помните, те годы, когда у нас пшеница просто пропадала на элеваторах? Наши фермеры не знали, как продать. У нас, вот этот момент, не зарегулирован. Ты производишь на территории Казахстана, значит, ты должен там 70-80% на внутренний рынок запускать продукты. И это мы можем создать. И для этого нам нужно все, что нужно, это правильно поддержать. И тогда население тех же самых поселков, аулов, оно не пойдет в город. Она будет оставаться на своих условно-исконных землях. Все, что нужно, это обучение и правильное владение ресурсами тех денег, субсидий, которые выделяются. А выделяются они, как правило, что, в одни карманы. Соответственно, у нас идет недофинансирование. Малые фермеры, раньше частное подворье, они 70% потребления она закрывала. Частное подворье, вот человек имел там 50 соток, он мог вырастить баклажаны и картошку. Я сам в детстве вырос. Мы выращивали на 50 сотках баклажаны, перчик, картошку. Мы это потом вывозили на базар и сдавали это. И мы потом всю зиму на эти деньги дели, которые могли заработать в своих участках. Продуктовая безопасность, она актуальна, тот же воздух. Вот сейчас, к сожалению, до сих пор Алмата в холодные времена утопает в смоге. Неужели вот этот вопрос нельзя решить? Почему у нас в стране не создана вот эта культура электромобилей, которая не выбрасывает СО2? Что мешает в Алмате создать, хотя бы в Алмате, где очень много автомобилей, это самый большой город Казахстана, с большим выбросом? Здесь я мог бы сказать так. Очень много можно методик применить для улучшения качества города воздуха в Алмате. Это первое, сократить объем транспорта. Пересадить людей на общественный транспорт. Конечно, будет очень много критики в этот адрес. Вот, типа, сам езди на этом автобусе. Но нам нужно создать такую инфраструктуру, при которой людям будет комфортно передвигаться на общественном транспорте. Правильно? Правильно. Также, вот, я постоянно в ЮСе сейчас, как депутат Маслихата, я постоянно говорю о том, что нужно закупать электробусы, нужно закупать троллейбусы, нужно восстанавливать вот эту систему трамвайную. Это как раз экологический, самый экологический вид транспорта. Что касается индустрии легкого транспорта именно в виде электромобилей, вопрос относительный. Почему? Потому что вопрос энергии у нас для города, он такой еще. Многие, как говорится, эти наши продавцы электроэнергии говорят, что у нас энергии хватает. На самом деле, я знаю, что ее не хватает. Мы постоянно ее докупаем у той же самой Киргизии. И получается, у нас мы со всех сторон зависим от наших соседей. Со всех. По энергетике, по воде, по газу, по тому же самому бензину. Вот по газу мы говорим, вот у нас свои скважины в западном Казахстане. Но чтобы этот газ привезти на юг или тот же самый восток, это практически невозможно. Это очень дорого стоит. Кто эти деньги даст? Бюджета нет таких денег. Поэтому, ну, по сути, мы в ловушке. Экономическая в ловушке и наша безопасность, она такая, нулевая, я так считаю. Что здесь нужно сейчас пересматривать позицию вообще правительства на том, чтобы нужно развивать именно внутренний рынок, создавать условия, чтобы мы могли быть более-менее независимы. Знаете, вот, чтобы экологические проблемы более-менее решались, наверное, нужна какая-то политическая сила, чтобы она продвигала все идеи культуру, экологии, экологическую культуру среди населения. У нас в Казахстане есть партия Байтах. Если я не ошибаюсь, вы являетесь членом этой партии. Ну, я член политического совета, это считаю, руководящий. буквально пару месяцев назад был скандал внутри этой партии. Председателя партии в Байтах лишили членства. Что произошло и действительно ли это так? Да, у нас был съезд, это политбюро партии, где было принято лишить членства председателя партии за его, как говорится, несостоятельность, я так скажу, как лидера. И я считаю, что лидер должен быть в первую очередь разумным. И свои высказывания фильтровать, свой разговор, да? И когда лидер партии кого-то обвиняет, ну, я думаю, это смешно. Плюс к тому, очень много было вопросов по финансированию филиалов, по выборной программе. Человек, который говорит, я лидер партии, и при этом еще до официального объявления на выборах он уже принял свое поражение, что вот мы проиграли как партия. Как может лидер партии оставить партию условно без головы и идти одномандатником? Это разве лидер? Лидер должен до конца идти. Если даже он хочет как можно больше завести других людей, так ты можешь оставаться председателем партии и задвинуть туда, например, депутатов, а он здесь вот двоякая ситуация получается. Лидер партии идет одномандатником, партия идет сама по себе, и получается, он что, изначально рассчитывал, что партия не пройдет, он зайдет? Так ни он не зашел, ни партия не зашла. И сколько людей он по сути, я считаю, что даже я как депутат обманут. Я вовремя принял решение идти одномандатником, потому что уверенность того, что партия себя с таким лидером покажет в правильном свете, я сомневался. Точнее, усомнился во время предвыборной агитации. Я сказал, лучше я пойду один, чем с таким лидером. Вам не кажется, что в Казахстане не хватает авторитетной силы экологической. Поэтому и в стране проблемы с экологией. У нас вообще к экологии относятся по остаточному принципу. Все, что мы разобрали, везде это остаточный принцип. Во главе угла стоит интересы кого? Каких-то крупных предпринимателей, каких-то крупных инвесторов, каких-то крупных чиновников, которые имеют какую-то власть и давят своей властью какие-то вопросы. И экология она всегда в самом конце. С ней по сути не считаются. Экология это базис всего? Без экологического общества. Вообще я считаю, что каждый проект, каждый проект в Казахстане, который реализуется, он должен проходить экологическую оценку. Почему? Если мы, например, сейчас добываем золото, мы получили в моменте какой-то определенный объем денег. Но сколько нам нужно будет потом денег, чтобы ликвидировать экологические последствия, вызванные этим предприятием. И хватит ли тех денег, которые поступили в бюджет в моменте в виде налогов на покрытие вот этих всех экологических бедствий, которые могут дальше, как говорится, воплощаться в жизнь. Тот же самый Семипалатинский полигон. Сколько людям идет надбавка? Пять тысяч тенге? за то, что они живут в этой зоне и они были подвержены всем этим проблемам радиации. Это же абсурд. И вот сейчас очень много таких вопросов, которые иногда страшно. Почему? Потому что мы оставим своим детям? Разруху? Нищету? Или же все-таки мы создадим то общество, которое сможет восстановить экосистему, баланс внутри страны, когда мы станем более независимы, когда мы сможем производить продукты, которые местного производства, а не просто привезли полуразобранные машины и собрали и сказали это местное производство. Нам не надо ничего изобретать. Вот сейчас Европа, например, взять Чехию. Вот у меня друг работал на заводе, который производит керамическую плитку. Сейчас их завод закрылся, потому что цена газа выросла в 10 раз. Если они 25 евро платили, то они стали 200 евро платить. Условно. В их этих пропорциях. Соответственно, им не выгодно уже содержать это производство, они его просто закрыли. Но эти же производства можно интегрировать сюда, в Казахстан, создавать, обучать наши кадры, чтобы они здесь работали, на наших заводах. Индустриализация должна быть правильной. Нам не надо ничего изобретать. Нам просто дать возможность здесь создать эти бизнесы, которые смогут кормить наше население. У нас опять же не такое большое население, а такое большую площадь. Мы же можем себя обеспечить, обеспечить всех работой, обеспечить всех должной зарплатой. Вот у нас сейчас вода выросла, электроэнергия вырастет, а уровень жизни-то от этого не вырос. Уровень жизни-то не вырос. Если раньше мы могли прожить на 60-70 тысяч деньги, я не знаю, как сейчас люди выживают на эти деньги. Буквально несколько пунктов про то, что нужно делать с экологией Казахстана. Самое первое. Первое. Любой проект рассматривать через призму экологической целесообразности. Это то, что касаемо бизнесменов, чиновников и так далее. А если в целом брать всех граждан Казахстана, с чего нужно начинать? Я думаю возрождать культуру, что такое плохо, что такое хорошо. Бережное отношение к природе. Все думают, вот даже ты стоишь с друзьями, партнерами, кто-то харкнул, кто-то бычок выкинул. Да ладно, уберут, там мы налоги платим, пусть этот дворник уберет. Мы же должны начинать с себя. Все, что нужно начать с себя, задуматься над каждым своим действием, что ты делаешь, какой ущерб ты наносишь природе. Вот сейчас у нас по сути любой заповедник, национальный парк, люди говорят, за что мы 500 тенге платим за въезд. Я бы вообще запретил, вот как во всех странах развитых мира. Хочешь попасть в национальный парк, у тебя жесткие ограничения, ты не должен это, это, это делать. Например, разжигать костры запрещено, бросать мусор запрещено. В случае это будут большие штрафы, и люди идут группами. Что такое групповой туризм? Это когда люди идут группами, и человек, который ведет эту группу, он отвечает за эту группу. Если она выкинет мусор, или там еще что-то сделает, отвечает гид, который ведет эту группу. А у нас же сейчас как? Пришел национальный парк, взял с собой пару казанов, зарезал там барана, раскидал мусор, пакеты летают по всему национальному парку, тут же он жгет на въезде, и пусть этот сотрудник лесник этого нас парка пусть убирает. Это же неуважение вообще ко всему, что тебя окружает. Хорошо, Тимур, спасибо, что пришли, нашли время, обсудили очень актуальные вопросы. Уважаемые зрители, напишите, пожалуйста, комментарии, что вы думаете по поводу экологического состояния, экологической культуры в Казахстане, что нам нужно делать? Есть ли вообще надежда, что не только чиновники и бизнесмены, но и в целом все население поймет, что такое экология и нужно ли ее соблюдать? Пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!